Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с наступающим 2023 годом. Все мы с нетерпением ждем этого прекрасного праздника, наполненного волшебством, детским смехом, верой в чудо и бесконечным счастьем. В канун Нового года мы строим планы, подводим итоги, вспоминаем лучшие моменты и мечтаем о новых свершениях. Врачам, медицинским работникам, организаторам здравоохранения точно есть чем гордиться. За прошедший год, благодаря общим усилиям всей системы здравоохранения и применению эффективных российских вакцин, нам удалось взять под контроль ситуацию с новой коронавирусной инфекцией. Высокий уровень вакцинации населения от гриппа перед началом зимнего сезона позволил сделать эпидемический процесс управляемым, привел к уменьшению числа госпитализаций. Медицина слагается из науки и искусства, и над ними простирается чудесный покров героизма, рассказал профессор и популяризатор медицинской науки, почетный профессор Академии имени Сеченова Гуга Глязер. Наши медицинские работники доказывают это ежедневно, самоотверженно и искренне. Реализация комплексных мер по повышению доступности качества оказания медицинской помощи помогла увеличить ожидаемую продолжительность жизни. Этот показатель в ноябре оказался на 2,4 года выше по сравнению с показателем 2021 года. Модернизация первичного звена здравоохранения делает медицинскую помощь более доступной, эффективной и комфортной. Поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты оснащаются новым современным оборудованием. Цифровая трансформация, создание цифровых двойников граждан, использование возможностей искусственного интеллекта с обработкой больших массивов данных позволяют освободить время врача для непосредственной организации оказания медицинской помощи и помогают ему выстраивать программы профилактики новых заболеваний и снижения рисков уже имеющихся. Очень востребован в настоящее время сервис дистанционной записи на прием к врачу. Это позволяет избавить пациента от лишних походов в поликлинику. В онкологической службе созданы Центры амбулаторной онкологической помощи, что позволяет приблизить специализированную медицинскую помощь к месту жительства пациента, снизить сроки постановки диагноза, наилучшим образом организовать лечение. Сегодня в стране открыто более 450 таких центров, и это позволяет медицинскую помощь сделать более удобной и комфортной возле места проживания пациента. Мы должны слышать пациентов и откликаться на их запросы, выстраивая ориентированное именно на нашего пациента здравоохранение. Активно развивается процесс интеграции в российскую систему здравоохранения новых субъектов Российской Федерации. Решаются вопросы кадрового обеспечения, медицинского образования, обязательного медицинского страхования, мы готовимся к внедрению, повышение уровня оснащения медицинских организаций. Жителям новых территорий уже в полной мере оказывается плановая и экстренная медицинская помощь, в том числе стали доступны и клиники других субъектов, и федеральные клиники. В канун Нового года хотел бы пожелать всем медицинским работникам нашей страны добра, счастья и, конечно же, крепкого здоровья. Пусть наступающий год будет щедрым на новые успехи, добрые дела и теплые отношения. С наступающим Новым годом вас, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин